сейчас я запишу видео о том как совсем недавно дьявол пытался убить моего любимого мужа я рассказывала в одном из видео о том как дьявол пытался убить меня это было два года назад и вот теперь через два года нашей семейной жизни он решил убить мужа мы спали это была ночь утром где-то в 5 утра я не помню как проснулся мой муж и у него было были большие какие-то такие испуганные глаза и бледное лицо такое бледно-желтое белое заостренный нож нос он был вообще на лицо было очень страшно смотреть и я не помню как я он он снял себя простынь которая укрывался такую флисовую простынь но которая греет я была в шоке от того что я увидела вся простынь белье на нем под ним простынь и еще покрывала все было мокрым мокрым наволочку можно было выкручивать подушка была мокрая вообще я такого не такое впечатление было что на него вылили ну пол ведра точно он был весь холодный мокрый это было шокирующее зрение он не мог стоять он дрожал я его подняла для того чтобы полностью поменять под ним постель потому что все было мокрое абсолютно вот вот как пол ведра где-то вылили четко четко это это ужасно это было очень страшно это было непонятно запаха этой жидкости не было вообще это не под и у него была огромная слабость у него не было никакой силы он держался за подоконник ноги его дрожали он он с трудом стоял я быстро быстро все это сделала постелила одеяло и он укрылся вторым одеялом дала ему другую подушку и померила температуру температура была 35 и 3 я такого не видела никогда но благодаря тому испытанию которое я прошла и о котором я рассказывала в предыдущем видео я была спокойна я просто молилась и я не понимала абсолютно что происходит но я уже не позволяю себе паниковать я не позволяю себе никаких плачей до истерик я не позволяю он лег укрылся согрелся переоделся и мы уснули где-то наверное через полтора часа я проснулась и просто рукой потрогала одеяло оно было мокрым я опять тормошу его он опять точно также мокрый точно также мокрое все одеяло подушка мокрая все выкручивай я еще поставила стирку утром сразу же чтобы просушить и было чем укрываться потом пока я развесила эту стирку и вот мы поздремали немножко да я вспомнила когда я поставила стирку стирать то я молилась пока стирка не закончит но работу и я не развешу белье потому что поэтому я немножко там поспала опять он весь мокрый вообще я уже по моему повторно не меряла температуру это это просто вот с человека столько вышла жидкость я даже не знаю что это за жидкость потому что запаха у него не было абсолютно никакого я опять это все меняю он опять большим трудом стоит я только молюсь и все и моя упование моя надежда только на иисуса я стилю второе одеяло опять он на одну сторону ложится второй укрывает потому что матрас я даже не смотрела я представляла что там пропитан насквозь просто на матрас постелила одеяло чтобы было сухое и все и уже на подушку на другую просто положила еще полотенце чтобы вот вот как-то мы уснули через время я просыпаюсь он опять мокрый так было три раза я не знаю сколько может быть в человеке вот этой жидкости я даже не знаю что это когда он вот так вот это все пережил я смотрела на него и я понимала представляла себе что наверное недели две он будет восстанавливаться потому что это нереально он белый желтый я не знаю какого цвета круги под глазами острый нос большие просто большие испуганные глаза и мокрая постель мокрый он холодный это это жутко это очень жутко но по великой милости господа по его любви реально и это конечно же отношения с ним личные отношения когда мы молимся когда он отвечает и когда мы действительно не боимся дьявола и сражаемся за души когда мы не паникуем но просто проходим то что мы должны проходить во имя иисуса победа всегда гарантирована с ним мой муж восстановился за сутки в обед он уже подошел к столу держась за меня и он кушал за столом до этого два или три раза он кушал сидя в постели и с большой слабостью я держала чашку чаем он не мог держать но потом он начал делать шаги и пришел к столу и уже за столом кушал слава иисусу за то что у него был хороший аппетит и по чуть просто у него не было сил кушать даже не было силы жевать по чуть-чуть по чуть-чуть я давала пищу что он говорил я ему готовила и за день за день он был восстановлен это просто чудо и чудес неимоверное чудо вечером он ложился спать температура уже была 36 и 6 и и когда он уснул я продолжала молиться где-то за полночь было может пол первого час я не помню в это время он проснулся быстро всходить вскочил с постели сразу же проснулась я и я смотрю что постель мокрая но это было просто он пропотел то есть просто он начал уже функционировать как человек возможно ему было жарко но он опять большие глаза он испугался я сказала нет за день к это просто дьявол пугает победа уже есть не переживай не волнуйся такого не повторится он просто пугает нас чтобы мы испугались и перестали служить господу чтобы мы перестали быть воинами христа поэтому не переживай я опять это все поменяла он лег спать и на этом все закончилось таким образом победа была но была и попытка убить потому что если мы серьезны с иисусом если мы хотим вырывать из огня спасать взятых на смерть то понятно что дьяволу это не нравится и поэтому он выходит как только может старается изо всех сил и делает все возможное для того чтобы просто нас остановить он не просто нас ненавидит но мы для него представляем опасность если же мы ведем просто теплую христианскую жизнь в кавычках то никто никого не боится и мы можем так просуществовать до дня нашей смерти и закончить в аду потому что у нас не было ни побед ни жизни веры не не завоеванных душ для христа не свидетельств которыми мы побеждаем сатану и таким образом есть жизнь в победе и есть просто существование без каких-либо завоеваний без каких-либо побед без жизни верой когда мы просто думаем что мы живы но это далеко не так даже теплого человека если даже он просто теплый то есть он не говорит что он не верит в иисус он просто теплый это иисус говорит что я изрыгну из уст своих такого человека мы должны быть горячими мы должны любить первой любовью христа и он должен быть нашей первой любовью во все наши дни и мы должны пройти то что мы должны пройти с иисусом мы можем иисус не подводит не разочаровывает поэтому если ты дорогой друг дорогая душа драгоценный для господа если ты взялся за плуг не оглядывайся назад как бы тебе ни было трудно ты пройдешь ты сто процентно пройдешь и это будет благо для тебя и через тебя иисус еще может спасти многие многие души поэтому смотри на христа смотри не не отвлекайся ни направо ни налево призывай его имя он поможет зови его кричи к нему он поможет и верь верь потому что без веры мы не можем угодить богу но если мы верим то для нас нет ничего невозможного я ободряю каждого из вас и я еще и еще повторяю мы можем мы можем пройти мы можем победить и на самом деле победа гарантирована с иисусом она обеспечена с ним если мы живем чисто и свято и если мы всеми силами стараемся угодить иисусу исполнить его волю пусть господь иисус благословит каждого из нас